Как вы считаете, у нас возможен киевский сценарий, то есть возможно повторение Майдана? То есть когда выйдет на улице молодежь, народ и это приведет к смене власти кардинальной. Посмотрите, у нас, видите, уже появились вот эти вот симптомы украинизации, людей зеленкой обливают. Ну, это уж начиналось, что украинство, зеленка, потом мусорные баки. Замечательная мысль есть, что в России за 10 лет может перемениться все, а за 100 ничего. Я не слышал. В принципе, это так. Нас за 10, вот за 10 лет у нас переменилось все, а в принципе за 100 ничего. И история Майдана, ну, в России все может происходить, конечно же, но я все-таки, ты понимаешь, какая штука? Майдан – это праздник слабых, это праздник зависимых. Обратите внимание на, вот просто очень интересно. Вот, что такое гимн? Это гражданская, так сказать, молитва, да, гимн? Вот, это же вещи, так сказать, такие, я бы сказал, сакральные, подсознательные. Как начинается гимн Польши? Еще польская дистанция? Не сгибаем, да. Как начинается гимн Украины? Еще жива Украина, да? То есть, это сколько? Да? Так. Когда национальный гимн начинается со слов, слушай, мы еще живы, мы еще о-о-о, мы о-о-о. Тут есть, так сказать, некое ощущение того, что ты все равно от кого-то зависишь. Всегда. Всегда. Немцы эти, турки это, русские это. То есть, там есть та самая жажда к самостийности, которая не подтверждена генетически. Это так случилось, что Украина всегда находилась, так сказать, между молотом и наковальней. Неважно, это был православный, славянский молот наковальный или это были латиняне. Не это важно. А важно, что там существует вот этот вот импульс. Импульс, чтобы быть, импульс есть, а возможностей для этого нет. Это выливается в то, что кто не скачет тот москаль, москаляку на генетически. И все существование сегодняшней Украины, все ее силы, ресурсы, деньги, они направлены только на одно. Доказать себе и миру, что никогда с Россией они ничего общего не имели, не имеют и иметь не хотят. Ну, невозможно жить на отрицании только. На нет жить невозможно. Дело в том, что когда люди, которые не любят что-то вместе, добиваются того, что то, что они не любят, погибло, потом выясняется, что не любили они одно и то же, а любят они совершенно разные вещи. И в результате собраться на нет, на нелюбви, это приводит к тому, к чему сейчас приводит. Это приводит к полной деградации, которой стремительнейшим образом идет Украина. Стремительнейшим образом. Без виза мы наконец достигли, мы без виз можем поехать в Германию. Хорошо. Куда? В Бундестаг? Куда поехать? Приехали в Германию. И что? Кем вы там стали? Туриста? Замечательно. Квасить пиво? Замечательно. В себя показать? Отлично. А дальше что? Где оно с той соприкосновения, скажем, с европейской культурой, которая, может быть, европейской культурой принята? Вспомни Булгакова. Как по-украински код? Кит, а кит, все. Это из Булгакова? Я знал это, но я знал, что это из Булгакова. Да. Поэтому, так сказать, причем я испытываю огромную нежность к этому народу, к этой стране. Я там снимал картины, я там снимал Обломова. Это потрясающие люди, это трогательные, это все вместе взятое. Да вам Гоголя взять, господи, вообще, вся эта теплота, наивность и трогательность, которые вдруг убираются и на это место вырастает огромный чирий ненависти, он же лопнет когда-нибудь. Но проблема в том, что лопнувший чирий, он ведь, так сказать, своим извержением в результате... Забрызгает? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!